МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тульген, здравствуйте. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Я думаю, получится конструктивная и интересная беседа. А вам тем временем хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа, наш гость, как всегда, доступна для вас благодаря телефону 553-710, код города Астаны 71-72. Лишь вы же можете обратиться к нам через социальные сети. Адрес программы точно так же вы видите сейчас на своих экранах. Но прежде чем мы начнем наше сегодняшнее обсуждение, давайте посмотрим один очень интересный видеоматериал. Каких только оправданий не выслушивают дорожные полицейские во время рейдов. Один из них провели совместно с первым антикоррупционным медиа-центром. Оказалось, что зачастую нарушают закон и правила дорожного движения те, кто должны быть образцом для остальных – госслужащие. Господа на машинах представительского класса и с красивыми номерами вместо предъявления документов показывают полицейским служебные корочки и называют фамилии покровителей. Но не элитные номера, не так называемый звонок другу от ответственности не спасают. В итоге только за один рейд порядка 40 машин оказалось на штрафстоянке. Мощнейшая демонстрация развитого демократического общества заключается в том, что неважно, кто ты студент, министр или кто-нибудь еще, закон для всех един. Вот теперь только возникает вопрос. Рейды – это хорошо, демонстрация налицо, что происходит в нашем обществе. Но, насколько я понимаю, в глобальном плане это лишь только разовые акции. Насколько они эффективны? Это вообще мы в 2009 году этот проект, вот этот проект и начали. Тогда еще смартфонов не было, да, телефонов. Мы вот тогда только вышли мыльницы, вот такие маленькие камеры, и мы бегали с этой камерой. На сегодняшний день уже это вообще проект сделан, что мы показываем людям, что можно это сделать. Можно сами контролировать, мы сами себе свои права защиты. Это, если мы не мы, вот эта роль общественного объединения, да, их же мало. Если мы не показываем, если мы раз посмотрели, да, вот в вашем канале, люди посмотрели, оказывается, можно так, да, снимать, говорить, спрашивать, да. Вносить свою лепту в борьбу. Конечно, конечно. Тульген, вот когда мы сегодня говорим в целом о законе, да, более того, у нас есть, существует одна очень большая, мощная, эффективная служба тоже по борьбе с коррупцией. Вот на ваш взгляд, в чем же есть еще необходимость подобных медиа-центров, которые вы представляете? Вот смотрите, вот мы в 2013 году зарегистрировались, тогда еще таких, как общественное объединение, вообще не было. Вообще в обществе не было таких активных, таких даже блогеров, таких понятий мало было. Вот эта роль общественного объединения, сейчас на сегодняшний день мы там общественно слушание проводим, не только это рейд, да, проводим в учебных заведениях антикоррупционное образование, да, занятия проводим, какие-то конкурсы проводим, да, как КВН, только антикоррупционные. Много другие там, проекты куча, можно, да, делать. Ну, вы сегодня в этой связи, да, уже, грубо говоря, три года полноценно работаете, сегодня вы ощущаете гражданскую позицию вообще общества, когда вы пытаетесь в ежедневную свою работу вовлечь простых граждан страны. Вот какие реакции вы наблюдаете с их стороны? Насколько действительно люди, простые граждане, заинтересованы в борьбе с коррупцией в Казахстане? Очень слабо. Просто наши люди даже не знают свои права, даже заявляют... Вот, например, много сейчас видим объявления всякие, да, наши агентства по делам госслужбы говорят, сообщите о коррупции. Но наши граждане, они, может, заявить о коррупции, но есть же закон клевета, донос. Надо людям понимать, когда заявляют, у него должно быть доказательство завтра, правильно? Вот чтобы люди знали свои права, могли защищать, мы запустили колл-центр 2494, даже наша, которая живет в поселках, да, не выходя из дома, может позвонить 24 часа на этот номер. 2494, да, короткий номер? Да, да, да. Позвонить и узнать, да, как быть, любую ситуацию, в какую попал, может позвонить, проконсультироваться. А живет в поселке, районный центр далеко, чтобы найти юриста, они должны выехать в районный центр. Найдет ли там нормального юриста, это тоже вопрос. И потом, который живет в аулах, по карманам неподъемно, правильно же? Тульян, то есть мы, одним словом, ваша деятельность, деятельность первого антикоррупционного медиа-центра нацелена на то, чтобы вот эти вот услуги стали более доступными для людей, да. Но вы очень важный один момент отметили, что при всех этих возможностях, при всех этих правах, которые есть у людей, очень важно знать и об ответственности, да, когда действительно мы очень часто слышим о моментах, связанных с тем, что кто-то кого-то оклеветал элементарно. Я хотел бы сейчас послушать телефонный звонок. На мне подсказывают, нам позвонили в студию. 553-710. Добрый день, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Асель. Я со стороны хотела вот узнать, достаточно ли законов у нас принято, чтобы победить коррупцию на всех уровнях? Вопрос из разряда риторических. Да. Ну, на самом деле, говоря в целом про систему сегодня борьбы, насколько она соответствует международным стандартам? Насколько она эффективна? Нет, у нас международным стандартам не соответствует. У нас новый закон приняли, да. Раньше мы говорили борьба с коррупцией. Сейчас, с 15-го года мы говорим про те действия коррупции, да. Профилактические действия. Конечно. У нас есть агентство по делам госслужбы, там есть управление профилактикой коррупции, да. Контроль госслужащих, да, госуслуг. Площадок сейчас в море, которые, общественные объединения, могли бы использовать эти площадки, проводить общественное слушание с этими госорганами, оказание качественных государственных услуг. Везде, куда ты пришел, получает государственные услуги, некачественные государственные услуги ты можешь позвонить. Там же, да, на сотовый телефон снять. Что нам сегодня все-таки не хватает для более эффективных действий? Знаете, люди не знают свои права, первое, и не могут сам же свои права защитить. Может, может промолчить, или может он сразу же найдет, будет искать посредника, знакомых. То есть это мы говорим о неком таком правовом нигилизме, да? Да, у нас вообще в правовом поле люди, лучше, когда ситуация возникает, у них, если машину на учет надо ставить, начинают искать посредников, знакомых, еще кого-то. То есть это развивает нашу гражданскую позицию, все-таки, наконец-таки, помнить, да, что мы являемся развитым обществом, да, и вот этот правовой нигилизм, то есть, как мы говорим, недостаточная образованность элементарно в знании своих прав. Вот от этого надо, друзья, избавляться. У нас есть еще вопросы, которые пришли к нам на социальные сети, нашей программы, редакции, мы анонсировали ваш визит, и вот что спрашивают люди, да, а принимают ли заявки и жалобы антикоррупционный медиа-центр? Конечно. У нас за этот месяц только вот больше десяти заявлений мы обращение приняли. Конечно, принимаем обращение. И онлайн, на сайт пишут. Когда вот вы говорите, потому что здесь вопрос, опять-таки, из социальных сетей, касательно колл-центра, мы об этом, кстати, уже сказали, да, колл-центр 24, 94, короткий номер. С какими в основном, по статистике, частыми проблемами или просьбами люди обращаются? Вот анализ что показывает? Анализ показывает вообще вот земельный вопрос. Вот это в основном Алматинском области. Вот на одном участке там 3-4 хозяина. Сейчас вот как холодно стало, вот за этот месяц, например, 3-4 обращения отопление отключили у людей. Они как потребители тоже свои права не знали, куда обратиться. К нам звонят, они спрашивают, куда можем обратиться? У нас отопление отключили за то, что там пару квартир, квартплату не оплачивают. Куча вопросов. Толиген, я насколько понимаю, все-таки вы представляете общественное объединение. Вот хотелось бы понять внутреннюю технологию ваших действий, каким образом вы, собственно, людям в таких ситуациях можете помогать. Помимо того, что вы можете дать очень правильную, необходимую юридическую консультацию, какие действия ваша организация принимает еще по контакту, по донесению данной информации до компетентных госорганов? Вот смотрите, у нас как общественное объединение республиканское, у нас во всех областях есть филиалы. Когда люди к нам приходят с обращением, мы первые юридические консультации оказываем. У нас есть информационное агентство за Ньюс.КИЗ. Мы запросы свои делаем. Мы как закон о СМИ за три дня получаем ответы. Мы информационную поддержку еще оказываем. То есть вот здесь вы и помогаете напрямую проработать этот вопрос. Ни один из вопросов вы не оставляете нерассмотренным. Ну и можете в случае необходимости дать юридическую консультацию. Конечно. Мы с вами затронули очень важную тему, связанную с профилактикой коррупционных нарушений среди госслужащих и госорганов. Но нельзя эту проблему рассматривать отдельно от вопросов воспитания с периода детей, с детского возраста, с школьного возраста. На ваш взгляд сегодня, эффективная ли работа проводится здесь? Вот ведь мы прекрасно понимаем, что детей не давать взятки нужно учить прямо с раннего возраста. Ну я вам так скажу. Вот в школах есть предмет, да? А там преподают же не юристы. Простые преподаватели, да? А какие может быть вот это наши дети получить юридические грамотности? Там со школного возраста они должны получить, да? Что такое плохо, что такое хорошо. Ну там же преподают простые. Не юристы же преподают. И в этой связи что нам необходимо? Что нам не хватает? Не хватает. Уже там же не простые преподавали. Хотя бы приходили в неделю раз, какие-то там нормальные юристы, детям объясняли какие-то... На понятном им языке? Да, конечно, конечно. А так простые преподаватели там преподают, и они ничего не получают от этого. Вы считаете, вот в этом плане, в сфере образования, для нас это такая большая нехватка, да, вот этих вопросов? Вообще проблема сферы образования, да, вот, например, у меня тоже племянница, племянник учится. Они приходят, говорят, там завтра 100 тенге надо, завтра там 500 тенге надо. Вот они школу вот так заканчивают, да? Потом идет университет. Там же так же начинается это... Тульген, то есть, если говорить простым языком, уже начиная со школьной скамьи, мы привыкаем давать, давать, давать? Конечно. Вот они вот университет так же разводят. Да, все понятно. Вы знаете, у нас есть еще один вопрос из социальных сетей. Дело в том, что программа «Время наше ограничено», и вот что интересует наших зрителей. А какие госорганы вы бы назвали сегодня, исходя из вашего анализа, самыми коррумпированными? И почему? Ну, здесь вопрос. Ну, мы конкретно вот этот анализ не проводили, но я не могу утверждать. Так. Да? Но в целом, если взять сейчас здравоохранение и образование, мне кажется, самыми коррумпированными. Наверное, это опять-таки связано с тем, что наибольшее количество вот этих взаимоотношений, да, с людьми, с гражданами, да, в данной сфере, в сфере поликлиник, больниц, школ, институтов и так далее происходит. Поэтому здесь и случаев, наверное, больше всего выявляется. Почему здравоохранение? Многих у них, этот, поликлиники, да, в областях, само здание не соответствует. Калидоры узкие, там районы. Сейчас же все переезжают в город, район, жители увеличиваются, оттуда все в поликлинику идут, а там здание не соответствует, например, да. И, конечно, услуги некачественно получают. Легендарный лидер, скажем так, Сингапура, да, которого очень часто вспоминает и глава нашего государства Лик Ван Ю, однажды сказал, невозможно построить сильного, крепкого, экономически развитого государства без того, чтобы вы не побороли такую проблему, как коррупция, да. Дорогие друзья, вот сегодня мы обсуждали такую крайне важную тему и, более того, не просто обсуждали, но, как в итоге выясняется, наша сегодняшняя программа в качестве своего результата подготовила конкретный код. Код этот 2494, иначе говоря, короткий номер первого антикоррупционного медиа-центра, по которому вы можете обратиться, если вы столкнулись с какой-то неправомерной ситуацией или того хуже, к неким вымогательствам. Можете обратиться и, собственно, вам всегда в этом плане медиа-центр окажет, антикоррупционный медиа-центр окажет поддержку. Я вас благодарю за эту беседу и хотелось бы пожелать всего самого наилучшего в вашей работе. И вам также. Вам, дорогие друзья, хотел бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был председатель антикоррупционного медиа-центра Тулеген Байгулов. Мы говорили на тему коррупции, самой главной борьбы с коррупцией. И во всем этом, опять-таки, все зависит от вашей гражданской позиции и знания своих прав. Это была программа «Важно знать». Мы с вами прощаемся. Увидимся, как всегда, здесь же, в эфире телеканала «Хабар». Пусть все у вас будет хорошо и будем на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова